Копейка рубль бережет. О контроле за расходованием бюджетных средств шла речь на встрече главы республики Михаила Игнатьева с председателем контрольно-счетной палаты Светланой Арестовой. В этом квартале контрольно-счетная палата проверяет, как расходуются средства на капитальный ремонт и ремонт дорог. Например, медицинским учреждениям было выделено более 290 миллионов рублей. Деньги осваиваются, но есть замечания по своевременности и качеству проектно-сметной документации. Также идет проверка межбюджетных трансфертов города Чебоксары. Исходя из сезонности, проверяли заказчика управления ЖКХ и благоустройства. Именно там реализуются проекты, связанные с реконструкцией набережной и ремонтными работами в рамках приоритетного проекта Чебоксарской агломерации. Здесь достаточно большой объем субсидий – около 3 миллиардов рублей. Часть освоены, часть осваивается. По тем справочным материалам, которые я посмотрел, есть признаки некачественной подготовки к конкурсной документации. Это должен заказчик сделать в лице Карловской администрации. Полномочия они передали своему муниципальному бюджетному учреждению, да? Да, да. В честь вот отдельных межбюджетных учреждений. Ну, как всегда бывает в отдельных случаях, отдельные подрядные организации между собой негласно договариваются и нет бюджетной эффективности. Действительно, контрольно-счетная палата выявила недочеты в документах. В случае электронных аукционов по реконструкции Чебоксарской набережной на первом и втором этапе бюджетная эффективность составила менее 1%. Казалось бы, здесь противозаконного ничего нет, закон это допускает, но второй участник в лице Остройком 21, он не раскрывает свое предложение. Но в то же время, когда мы начали по факту исполнения данного контракта смотреть, мы видим, что он практически, чуть ли не 100% получает субподряд по первому этапу набережной. Поэтому группа проверяющих, она констатирует факт, выводы, наверное, будут делать уже люди, органы, которые компетентны в этих вопросах. Мы же просто сейчас вынуждены на это обратить внимание. В итоге и по первому, и второму этапу у нас получилось так, что аукционные процедуры закончились без конкуренции. То есть аукцион признан несостоявшимся, потому что второй не раскрыл предложение. И, соответственно, включили с единственным участником.